Мы сразу извинимся за качество этого видео, но не показать его не можем. С бывшего завода Renault Россия краном демонтировали эмблему французской марки и огромную надпись Renault. Напомним, что столичный автозавод перешел администрации Москвы, так как французы полностью отказались от этого актива. Прежде здесь выпускались родственные кроссоверы Duster, Arkana и Captur, а также Nissan Tirana. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что площадка оперативно переключится на выпуск машин под возрожденным брендом Москвич. К слову, права на саму марку Москвич достались городу вместе со всем остальным имуществом. Так что вскоре над главным заводским корпусом, по идее, должна появиться другая вывеска. Между тем в сети появился текст обращения Дмитрия Пронина, который до недавнего времени занимал должность руководителя Департамента транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры города Москвы, а ныне возглавил автозавод «Москвич». В своей приветственной речи, адресованной заводчанам, новый руководитель обошелся без конкретики, которую ждали сотрудники компании. Но отметил, что столичные власти не могли, цитата, стоять и смотреть, как закрывается важное для города производство. Завод – историческое место для Москвы, и наша задача – сохранить и развивать производство автомобилей именно на этой площадке. Сегодня эта задача не из легких, но нам с вами при поддержке Москвы и правительства России нужно сделать завод сильным и успешным предприятием. Экс-чиновник также пообещал активно расширять завод и развивать производство, но умолчал, когда обнародуют планы по расширению и развитию. Ведь сначала нужно подобрать подходящего партнера. Наиболее вероятным претендентом сейчас называется китайский Джак. На него указывает даже агентство Reuters. Кроме того, Джак является партнером Камаза, а грузовой автогигант, в свою очередь, взял своеобразное шефство над «Москвичом». А пока со столичной площадки, как свидетельствуют очевидцы, массово вывозится производственное оборудование. Его отправляют на АвтоВАЗ, куда, в отличие от этой площадки, Рено еще сможет вернуться. Какие станки, оснастка и комплексы останутся – самый большой вопрос. Вполне возможно, что для оживления конвейера, полуразобранного бывшими собственниками, властям Москвы придется серьезно потратиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин